Изображения, которые вы видите, соответствуют одному из обысков, проведенных властями 3 февраля прошлого года в квартире, расположенной на севере Богаты, где проживает гражданка России, находящаяся под следствием прокуратуры по подозрению в отмывании денег. Несколько дней назад RCN News опубликовала отчет, в котором мы раскрываем, что, согласно расследованиям разведывательных органов, эта женщина была бы главой сети по отмыванию денег, которая под прикрытием более 18 технологических, компьютерных, бытовых и компьютерных систем осуществляла бы транзакции на сумму более 146 миллионов долларов с 2018 года. Точка, ведь эта женщина не только занималась бы этим незаконным бизнесом, но и имела бы контакты с российскими спецслужбами и дипломатами посольства этой страны в богате. RCN News воздерживается от публикации изображений, которые подтвердили бы эти связи, чтобы не мешать расследованию. Во время обыска в ее доме власти обнаружили 4 компьютера и 5 флешек, на которых они нашли эти важные документы. Это учебные пособия по разведке, которые предназначены исключительно для использования сотрудниками иностранных агентств. Они также нашли это руководство по защите информации о технических исследованиях. Власти нашли этот регламент по защите информации Российской Федерации, в котором изложены меры, которые они должны принять с помощью технических средств для передачи информации, собранной в ходе их шпионской деятельности, в разведывательное управление. На флешках вы также нашли это руководство по боевой готовности, гражданской обороне и охране внутренних дел. Еще одно по хранению и сохранности оружия и боеприпасов. И это презентация Министерства внутренних дел России с подробностями по таким темам, как национальная безопасность, оборона государства, вмешательство в дела России, которые служат для обучения сотрудников разведывательных органов этой страны. Эти доказательства уже находятся в распоряжении прокуратуры, которая начнет новое расследование по обвинению в шпионаже в отношении этой гражданки, которая живет в богате и работает с несколькими гражданами России и Колумбии, за которыми власти также следят.